Девятого июля в Вышнем Волочке в результате хлопка бытового газа погибла женщина 88-го года рождения. Это случилось в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС, УМВД и регионального следственного комитета. Вышневолодским и Жайным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по факту гибели женщины организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вынесен приговор двум сотрудникам полиции, обвиняемых в получении взятки, собранные отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета доказательства, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. На скамье подсудимых заместитель начальника отдела полиции Удомельский, начальник полиции и бывшие старшие оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции этого же отдела. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении должностным лицом взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Следственным судом установлено, что в период с 14 июня по 11 октября 2018 года заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Удомельский, начальник полиции, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим подчиненным, старшим оперуполномоченным группой экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД, лично получили от физического лица взятку в сумме 1 миллион 900 тысяч рублей за общее покровительство его деятельности. Необходимо отметить, что данное уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России. Приговором суда сотруднику полиции назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Бывшему сотруднику назначено наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.